Всем привет! Это программа Репортер и Алексей Коноплев. Фигуристка Аделина Сотникова едва не опоздала на самолет из-за самарских поклонников. Фанаты не отпускали известную спортсменку целый час. Олимпийская чемпионка выступила во внеконкурсной программе на первом этапе Кубка России и заодно обкатала программу перед соревнованиями в Японии. Репортер смог прорваться через толпу поклонников и успел задать несколько вопросов, почему Аделину иногда боятся дома и после чего ее запомнил президент России. История вундеркинда. Вырезая хрупкое кружево, она словно смотрит в сердце каждого сидящего в зале. На льду олимпийская чемпионка, первая в советской и российской истории в женском одиночном катании. Аделина Сотникова, призер сотен соревнований, вундеркинд и обычная 19-летняя девушка. Аделина ответит, из Самары она запомнила только перелет и гостиницу. Через час опять в самолет. В городе она успеет только переночевать. Попробовать лед ЦСКА ВВС и обкатать программу на первом этапе Кубка России. Ее объявляют под номером ноль. Выступление вне конкурса. Она уже давно всем доказала, что вне всяких рамок и условностей. Уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе. Когда вот именно плохое настроение, плохая тренировка, то получается я ухожу в комнату, закрываясь, чтобы меня никто не трогал, потому что это может плохо закончиться, либо по сервису, либо еще что-нибудь. Особенная девочка вышла на лед в 4 года и твердо решила, будет знаменитой. Так появилась серебряная медаль юношеских олимпийских игр и личная благодарность от президента России. Я подошла первый раз, говорю, Владимир Владимирович, можно с вами фотографировать? Да, конечно, фотографирую, смотрю такая, что, блин, фотографии не получилось. Прошу Виталия Леонтьевича, говорю, можешь с вами с Владимиром Владимировичем? Владимир Владимирович, у тебя не получилось фотографии, можно еще раз? Ох, какая! Я говорю, конечно. Но спросила потом, кто я, что я. И так вот, желаю тебе удачи. На нее хотят быть похожими. Адалине не дают ступить шагу поклонники. Начинающие фигуристки восхищенно протягивают ей коньки для автографов. Она от души всем улыбается, понимает, что нужна детям. Для хорошего примера, для того, чтобы понять, что если будешь трудиться, будет успех. Дети тебя впитают, энергию твою впитают. И ты приходишь домой, как бы ты, не знаю, тренировала 6 тренировок в день. И я такая подумала, нет, тренером? Никогда в жизни тренером не буду. А сейчас такая смотрю, думаю, блин, может, все-таки тренером опять. Это в будущем. А сейчас кто-то скажет уже, кто-то скажет еще 19. Ей так хочется побыть девочкой и иногда просто купить красивые туфли и съесть сладкого. Сходила в магазине, смотрю, думаю, какую шоколадку купить? Я так тянется рука и понимаю, что нет, не хочу я шоколадку. А потом, когда ты приезжаешь, уже какие-то сборы, тебе говорят, нельзя, тот, тот, тот. Блин, вот надо было шоколадку купить там. Аделина не дает и шанса спросить о планах. Сразу объясняет, об этом говорить не любит. Все сложится как надо. Она проверяла. И знает главный секрет успеха в большой любви каждому дню. И это все на сегодня. Желаю вам спортивных побед. Увидимся. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok